Студенты Видновского колледжа МРСИ знакомились в этот день с хрониками той необъявленной войны. Началась она в декабре 1979 года, когда в ответ на неоднократные просьбы афганского руководства об оказании военной помощи было принято решение о вводе в Афганистан ограниченного контингента советских войск. Советская армия была втянута в межнациональные и межклановые противоречия. Обернулась эта кровавой войной, в которой погибло около 15 тысяч советских граждан. Более 60 тысяч получили ранения. На встрече присутствовал непосредственный участник тех событий, видновчанин Борис Жимков. Борис Радиславович может рассказать о тех событиях лучше всякой военной хроники. Майор военно-воздушных сил, на счету которого 250 боевых вылетов, кавалер Ордена Красной Звезды. По его словам, самым распространенным оружием среди маджахедов был вовсе не автомат Калашникова, а карабин 18 века. В историко-культурном центре есть подобный карабин, о котором говорит Борис Радиславович. Это ружье «Драгуна» 1812 года, но механизм очень похож. Сюда на полочку засыпается порох, здесь находится кремень. Спусковой механизм и происходит детонация. Смотря на допотопность механизма, бил он на 3 километра и пробивал любой бронежилет. В западной историографии принято считать, что Советский Союз потерпел поражение в той войне. Однако, по словам ветерана, это совсем не так. Я всегда говорил и буду говорить, что мы не проиграли афганскую войну по одной простой причине, что у нас не было задачи там побеждать. Мы шли туда не завоевывать страну, в отличие от американцев во Вьетнаме. Мы шли помогать афганскому народу, учить детей, строить больницы, обучать женщин. В конце встречи ребята читали вслух письма солдат, не вернувшихся с той войны. Напишу немного о себе. Я жив и здоров. Служба идет нормально. Еще немного и приду домой. Так что картошку и на меня сажайте. Афганская война – это часть великой русской истории. Мы должны ее помнить и чтить. Я узнал, что именно русский народ, который сражался в Афгане, он уничтожал всякого рода, всякого вида оружия и наркотики. Но я узнал, что в войне в Афганистане воевали с карабинами 17 века. Это меня удивило. А в завершении урока памяти – коллективное фото и цветы ветерану. Илья Кремнев, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.